Вот, окей, значит, сегодняшний наш разговор, я вас, как обычно, обманул, как это уже водится, а именно я обещал рассказать про документирование, и мне пришло в голову, что как раз про документирование рассказывать рановато, потому что документировать, конечно же, надо код с самого начала, но есть вещь, которая появляется до того, как мы начинаем активно пользоваться документацией по нашему коду, документация по коду становится нужна в тот момент, когда этого кода, ну, скажем так, когда вы перестаете помнить всей головой все, что там написано, вот, то есть довольно скоро, но не сразу. А есть одна часть, про которую мы хотели поговорить в наших курсах, связанная с разработкой, которая становится нужна, ну, прям сразу, вот, эта часть называется тестирование, вот, и я чуть-чуть хочу сегодня поговорить про тестирование, потому что, как я сейчас, мы сейчас это узнаем, есть даже такая дисциплина, когда тесты пишутся раньше, чем соответствующий код, и она не лишена смысла. Вот. Сначала довольно много бла-бла важного, к которому, конечно, хотелось бы тоже какую-то практику, но поскольку у нас, кроме лекции, ничего нету, практики у нас на этот счет будет не очень много, ну, разве что в рамках вашего семестрового проекта. Значит, относительно бла-бла. Тестирование программного кода, ну, мы можем сходить в Википедию и почитать, что такое тестирование, там будет определение, вот, что это, аж семь определений в Википедии. Идея состоит в том, что у вас есть какой-то программный код, и он, вы подозреваете, ух ты, вы подозреваете, что он может работать не так, как вы хотите. Вот. Вы предпринимаете какие-то действия для того, чтобы это выяснить, работает, что он так, как вы хотите, или не так. Вот. Это такое очень мутное псевдоопределение, потому что на самом деле... Потому что на самом деле... Так, начинается. Потому что... Прекрати. Потому что на самом деле четкого определения нету. Просто такой комплекс мероприятий по улучшению качества работы программы, который может распадаться на разные отдельные штучки, например, в комплексном мероприятии по улучшению кода программы. Код программы, если он хороший, то, наверное, она и работать будет лучше, хотя бы прямой связи нет. Вот. В любом случае, так уж повелось, что когда вы что-то пишете, вы периодически это тестируете. И уже давным-давно мне практикуется такая штука, что сначала вы все написали, а потом начинаете проверять, работает оно или нет. Вплоть до того доходит, что вот когда я пишу функцию, я первым делом пишу какой-то кусочек кода, который эту функцию дергает, и просто проверяю, что я все правильно написал, что она хотя бы синтаксически нормально выглядит, и что она возвращает то, что она возвращает. Это такое, условно говоря, ручное тестирование. То есть я взял, написал функцию, реализовал ее, подергал, увидел, что она работает, вставил в код. Так что, если речь идет о тестировании внутри жизненного цикла программного продукта, то мы упираемся как минимум в три места, где эта самая проверка качества, правильности работы программы потребна. Во-первых, при разработке, естественно, когда вы разрабатываете, очень важно оснащать ваш исходный код тестами, чтобы в каждый момент улучшения, обновления, пополнения кода вы были уверены, что все работает, во-первых, все работает предсказанным образом, а во-вторых, все продолжает работать так же, как работало раньше. Во-вторых, второй участок, где нужны тесты, это перед сдачей в эксплуатацию, когда, собственно, вы должны убедиться, что ваш программный продукт действительно работает так, как предполагалось, на большом количестве тестов, на большом количестве тест-кейсов. И, хотя тут уже разговор идет не столько о программном коде, сколько о логике работы. И на этапе эксплуатации или предэксплуатации, когда у вас уже к программному продукту есть доступ к различных людей, было бы неплохо, чтобы тестом занимались широкие массы, то, что называется бета-тестирование. Потому что непрофессиональные тестеры, как правило, очень много чего такого вам найдут. Из этого следует как бы три уровня. Опять-таки, можно сходить на Википедию, почитать. Про тестерни там очень много всего будет написано. Но нам интересно в нашем сегодняшнем разговоре как бы три уровня. уровень, который внутри разработки, который называется юнит-тестинг. Юнит-тестинг – это такая дисциплина оснащения тестами исходного кода, которая позволяет проверять способность отдельных его кусков. Как правило, я бы даже сказал почти всегда, юнит-тестинг – это то, что занимается модульным тестированием, оно же юнит-тестинг, это часть вашего же программного кода. То есть, вот у вас, вы пишете программу, вы написали какой-то код, в этом коде присутствует дополнительный какой-то код или какая-то информация, предназначенная для его тестирования. Это юнит-тестинг. В проектах, в которых у вас не все упирается в просто тупо программирование, а еще есть какие-то, значит, у него компоненты, какие-то части, которые должны друг с другом взаимодействовать, появляется слой интегрейшн-тестирования. И это ситуация, когда у вас есть несколько раздельных кусков, которые вообще, по идее, должны после того, как у вас получится программный продукт, работать вместе. Это может быть просто разные программки, это могут быть какие-то библиотеки, которые надо вызывать из других мест. Например, вы пишете библиотеку и пишете приложение, которое ей пользуется. Может быть, ни одно. Это могут быть какие-то довольно серьезные программные компоненты, веб-сервер и логика внутри веб-сервера и так дальше. Идея интеграционного тестирования состоит в том, что здесь уже вам приходится писать специальный софт, который бы занимался проверкой того, что вы наваяли. То есть не просто внутри проекта какой-то кусочек кода, который дергается для того, чтобы его потестировать, а именно что какой-то маленький программный продуктик, который берет эту библиотеку, например, генерирует для нее какие-то тест-кейсы по ее описанию или по еще чему-то и начинает эти тест-кейсы дергать. Или берет, скажем, веб-сервер, берет логику, которая под этим веб-сервером лежит и начинает довольно активно запускать броузер, например, или хотя бы формировать какие-то get-post-запросы, ожидая, что на них придет правильный ответ. То есть все, что вы написали, обмазывается integration тестом, который позволяет вам убедиться, что все компоненты, которые должны взаимодействовать друг с другом, взаимодействуют, и, значит, ваш условный такой автоматический или полуавтоматический тестировщик это доказывает. Наконец, есть еще системное тестирование, это уже тестирование всего продукта, когда вы, собственно, хотите убедиться в том, что он покрывает все те юзкейсы, для которых создан. Ну, грубо говоря, тыкайте мышкой в ваше графическое приложение или в какой-нибудь веб-интерфейс, считаете, если это какая-то вычислительная штука, вычислительная модель, считаете на тестовых примерах больших различные, ну, короче, производите эти самые вычисления, сравните результаты, ну и так дальше. Отдельно встает вопрос, вот, например, смотрите, мы написали какую-то новую функцию, к ней, конечно, нужен тест. Мы запустили этот тест, выяснили, что наша функция работает хорошо. Вопрос, а надо ли запускать те тесты, которые были для старых функций? Правильный ответ, надо. Потому что модификация исходного кода могла по случайности их коснуться. Вот. И в результате изменения в одном месте что-нибудь могло отпасть в другом месте. В более-менее сложных системах это сплошь и рядом. Таким образом, у нас сама процедура тестирования будет заключаться в том, что мы добавляем новые тесты к новым функциональностям и определяем, по каким правилам тестируется все сразу на предмет того, чтобы тесты проходили. Тут надо забежать немножко вперед и сказать, что тот факт, что тест не проходит, падает. Еще не означает, что все умерло, все плохо, повсюду ошибки, и вообще пора, значит, весь код выбрасывать и писать новый. Вовсе нет. В некоторых дисциплинах программирования, об этом мы сейчас поговорим, падение теста всего лишь означает, что у вас, ну, это плановая операция. Так, оно всего лишь означает, что в этом месте, ну, еще не написан соответствующий код. Вот. Поэтому… Так, ладно, я придумал. Я в какой-то момент прервусь и покажу что-нибудь в питоне, а то всем уже скучно. Поэтому есть такая штука, которая называется регрессионное тестирование. Это, собственно, такой подход, когда вы запускаете все имеющиеся тесты и смотрите, что сломалось в сравнении с предыдущим разом. То есть в понятие тестирования внезапно включается история тестов. Вы, значит, заимплементили новую функцию, а регрессион у вас сломался, и какие-то стайлы перестали работать. Это может быть, как бы, непреднамеренно. Это может быть какая-то случайность, и с этим надо бороться. Это может быть преднамеренно, потому что, если вы заимплементили новую функцию и не переписали еще старые для работы с нею, то, возможно, они будут падать на тех тестах, на которых раньше работали. Регрессия – это регрессия. Особенно это важно понимать в соображении дисциплины программирования. Когда мы говорим, нет, вот каждый коммит у нас код только улучшает. Так не бывает. Если вы работаете с большим проектом, всегда может быть такая ситуация, что какой-то кусок, на каком-то шаге разработки вы ломаете работу вашего проекта. И эту поломку показывает вам наличие регрессии в тестах, но это все может быть планово. Главное, чтобы вы осознавали, что это произошло, и как с этим бороться. Давайте, что ли, забежим немножко вперед, чтобы не сидеть, не мучиться. И посмотрим, скажем, на юнит-тест. Юнит-тест – это самый классический модуль для питона, для тестирования. Он исповедует довольно простую идеологию. Что вы делаете? Давайте с другого начнем. Давайте с более простого начнем, извините. Давайте начнем с более простого. Есть такой очень, как это правильно сказать, остроумный модуль для питона. Он называется док-тест. Это не тестирование документации, это исторически сложившееся название, которое стоит в том, что вы тест кейзы к тому, что вы заимплементили, складываете просто в док-стринг. Причем делается это действительно остроумным способом. Вот сейчас покажу. Вот, допустим, мы делаем какой-нибудь модуль. Ничего интересного. Значит, вот у нас есть какая-то функция, которая что-то делает, что она будет делать. Ну, не знаю, мычать, судя по тому, что я вижу. Допустим, два. Вот. Ну, что она должна сделать? Ну, допустим, она просто возвращается... Ну, вот как-то так. Вот такая прекрасная функция, которая мы читаем. Давайте посмотрим, как она это делает. Сейчас, вот здесь вот мы это сделаем. Напоминаю, что... Как она называется? А, .p. Напоминаю, что минус i – это interactive mode. То есть мы запускаем вот этот модуль, ну, программу mobi. Она выполняется. Естественно, там нет кода, который должен выполняться немедленно. Там есть только def от функции. Вот. И мы тем самым попадаем в интерпретатор в состоянии, что у нас вся программа исполнена, все объекты, все имена залипли в нашем namespace, и мы можем отлично что-нибудь такое сделать. Например, написать, допустим, вот так. ГХТ, а там ГТХ, да? ГТХ. Ну, ошибся я. Вот так. О, шикарно. Ну, вот у нас пример того, как работает функция, функция mooing. Давайте мы его вставим вот сюда вот в docstring. Сейчас. Пример. Значит, по умолчанию вот такое. Да. Ой. Ну, какой еще мы можем привести пример? Ну, видимо, должна работать так. Так, если мы напишем mooing, скажем, от четырех, она должна нам выдаст что-то типа вот так, да? А если мы напишем mooing от, допустим, нуля, но зато у нас в конце будет восклицательный знак, она должна написать что-то в таком духе там. m восклицательный знак. Вот. Примерно так это устроено. Вот мы, значит, открываем окошечко, снова делаем вот это, говорим help от этот самый mooing и получаем вот эту документацию. Все прекрасно. Хитрость состоит в том, что модуль, который называется doc-test, давайте к нему вернемся, умеет в документации по модулю или по функции или по классу находить вот такие примеры использования. Вот ровно такие, с командной строкой, начинающейся на три скобочки. Смотреть, как это вычисляется и сравнивать результат. То есть, фактически, вот это, это и есть тест. Те примеры, которые мы только что написали, это и есть тест. Давайте посмотрим, как это сделать. Ну, можно написать прямо вот как тут написано, да? Просто вот так и написать. Ну, это не интересно. Ну, хорошо, давайте напишем, чтобы было, чтобы было что, да? Вот напишем вот так вот. Ой. Не так, конечно, а вот так. Да? Значит, что мы делаем? Мы используем модуль, который называется doc-test. В нем есть метод test-mod, который, собственно, возьмет наш собственный файл и, вернее, весь его namespace и протестирует на предмет того, что там в doc-стрингах написано. Вот. Выглядит это будет примерно вот так вот. Где у нас тут? Мы ничего не увидели. Почему ничего не увидели? Потому что не произошло ошибок. Давайте какую-нибудь ошибку вот здесь вот, например, добавим. Уберем одно O. По идее, значит, этот тест не должен проходить. И мы сразу увидим эту самую ошибку. Он нам говорит, смотрите, у вас тесты не проходят. У вас mu-ing от четырех должен равняться mu-u-u, а O равняется mu-u-u. Вот. На самом деле, по крайней мере, мне лично удобнее даже не такой интерфейс вот с этим самым, уберем обратно, я сказал уберем обратно, с непосредственным вызовом модуля, импортом модуля и вызовом этого модуля отсюда. Я вполне могу в качестве работы с вот этим самым своим модулем, который называется mu, я вполне могу в качестве примера написать здесь пример, а вовсе не тест. Вот сюда тесты вписывать, в общем, нехорошо. Если вы работали с питоновским модулем, вы знаете, что некоторые из этих модулей можно просто вызывать, и они будут что-то делать. Ну, например, помните, пыдок, его можно вызвать, и он запустит броузер документации. Вот. Поэтому вы в вашем модуле тоже, наверное, не тест будете вставлять вот сюда, а что-то другое. Поэтому пока что мы здесь напишем что-то другое. Да. Вот. Ну, пускай так будет, это не важно. Соответственно, у вас это будет работать вот так вот. Ну, а как теперь вызвать доктест отсюда? А вызвать доктест отсюда можно так. Мы берем, пользуемся ровно тем самым способом, о котором я сейчас сказал, и запускаем доктест как модуль. Помните такой ключик в питоне? Значит, доктест как модуль, это, в смысле, Python минус M, это значит запустить, вот, найти модуль в списке модулей и запустить его как программу. Оказывается, модуль доктест можно не только импортировать, но и запускать как программу. У него есть ограниченное количество ключей. Ну, в частности, у него есть ключик минус H, то бишь help, который нам вызвал этот самый help. Я думаю, что это одно и то же. А, нет, он чуть более, чуть более развесистый. Он нам что-то рассказал такое волшебное. Вот. Дальше, у него есть ключик минус O, который определяет, как обрабатывать тесты. Можно почитать документацию доктеста, что вот эти все флаги означают. Вот. У него есть необязательный ключ минус F, который просто означает, какой файл собирается обрабатывать. Дальше вы говорите имя файла. Вот. И еще чего-то у него есть. А еще есть этот самый verbose, еще есть failfast. Это означает, что как только вы напарываетесь на нерабочий тест, он сразу сваливается. Вот. Ну что, давайте тогда так и сделаем. Как вы видите, он также оттестировался. Но теперь мы знаем, что ему можно сказать минус verbose. Вот здесь вот, минус V. И увидите всю полноту картины. Смотрите. Он говорит, что у нас есть следующие тесты. Вот такой тест, который должен возвращать вот это. Окей. Так и делает. Вот такой тест, который должен возвращать вот это. Так и делает. Вот такой тест, который должен возвращать вот это. Так и делает. Все тесты прошли. Итак, у нас три теста прошло в этом самом Моинге, но у нас есть один объект в нашей написанной программе, который вообще не тестировался. Это сам модуль Mo. Например, если в этом модуле определяются какие-то данные, то было бы неплохо протестировать его. Я тут начал писать проект курсовой вместе с вами, правда, достаточно простой, потому что я один его пишу. И он пока еще в зачаточном состоянии, но тем не менее, тесты я для него писать начал. Сейчас я вам его покажу. Вот он, этот проект. Где у нас гитхабчик? Это не тот гитхабчик. Вот тот гитхабчик. Только тут неправильный репозиторий. Репозиторий. Вот. Не вижу. Сейчас давайте посмотрим все. Вот он. Ну, это вот проект интерфейса, это генерилка паролей. Я хочу написать такую программку, которая будет генерировать пароли с разными, пользуясь разными алгоритмами, пас-фразы, пароли, короче, сколько успею. Вот. Главное в этом проекте сейчас не то, что он умеет, а то, что я его немножечко, немножечко обмазал тестами. Давайте мы его заклонируем. Тут даже давайте напишем сразу. Чтобы он это запомнил. Э, нет. Тут неправильно сказал. Главное он не... Да. Сейчас. Я ошибся в имени пользователя. Придется его поменять. Ай. Секундочку. Это все... Вот. Засел в конфигурационный файл. Здесь должно быть фреборы. И здесь тоже. Обратите, кстати, внимание, что какие-то ошибки, которые вызваны там неправильной настройкой GitHub по умолчанию, ну, например, я указал неправильного пользователя, но поскольку клонирование разрешается с любым этим самым именем пользователя, то ничего не произошло. Эти ошибки можно поправить, если залезть в конфигурационный файл, что я, собственно, сейчас и сделал. Ну вот. Окей. Вот. Значит, у нас есть тут парочка файлов буквально пока что в этом модуле. Это файл, который... Давайте лучше посмотрим на него. Вот. Это файл, в котором есть разные получатели словарей. Сейчас тут только один словарь. Это словарь, который лежит... Прекрасный словарь тысячи самых популярных английских слов. Вот. Из которого... Давайте его посмотрим. Это и judge. Тысяча самых популярных английских слов. Они, кажется, там отсортированы по популярности. А, тут есть еще без ругательств. Еще какие-то, но я просто обычно использую. Вот. Он постоянно обновляется. А, нет, не постоянно, извините, 6 years ago. Соврал. Ну, неважно. Важно то, что это довольно хорошие слова для того, чтобы использовать его именно в алгоритме генерации пас-фразы. Пас-фразы должны использовать слова, которые, в общем, вызывают... Ну, которые имеют много значений. Тогда у вас будет проще с ними, с этими словами, ну, придумать ассоциативный ряд. Соответственно, функция, которая ходит к этому URL и скачивает его, а потом... Ну, давайте посмотрим на этот текст. Это просто... Это просто текст. Английский. Кажется, слова в столбик. Вот. Просто слова в столбик. Соответственно, функция, которая туда ходит, она выглядит таким образом, что она скачивает urlopen-read, скачивает этот файл. Дальше, поскольку у нас весь input-out происходит в Unicode, в VTF, точнее, нам ее нужно превратить обратно в Unicode, поэтому написано decode, вот. И просто делит по переводам строки, получается, те самые тысячи слов. Вот такая, значит, простейшая функция. У нее на входе имя репозитория. Я тут... Видите, у меня тут список словарик, точнее, который хранит по именам сайтики, откуда можно скачать соответствующие словари. Пока сайт-казин, но я надеюсь делать их несколько. Ну, потому что мало ли, где лежат текст-файлы, в которых лежат какие-то слова, из которых мы можем захотеть сформировать наш пароль. Может быть, это не только тысяча самых популярных пять лет назад на Гугле слов. Вот. Соответственно, функция, которая делает список слов из вот такого текст-файла, ей передается имя. Она просто ходит вот к этому самому url.url и вот к этому и скачивает. Вот. Собственно, все. И здесь мы видим, оно тут заботливо нам раскрашено красненьким, мы видим один юнит-тест для самой функции. То есть, если мы скачали оттуда словарик, то он должен быть длиной тысячи слов. Вот. И несколько юнит-тестов на сам модуль, который проверяет, что у нас есть соответствующего вида... Соответствующего вида переменная site, который представляет собой объект, который представляет собой namedTiple. Это на всякий случай, если мы вдруг что-нибудь испохамим. Вот. И что в нашем словарике urls действительно лежит что-то похожее на first twenty hours в... Ну вот здесь, да. Это достаточно бессмысленный тест, который говорит, что вот в этой строке действительно, если посплитить по слышам, на третьем месте будут лежать вот эти самые... А, не first twenty hours, а следующие, да. Google 1000 English. Вот. Идея стоит в чем? Если мы, модифицируя этот код, внезапно побьем вот этот массив словарик urls, или побьем вот эту вот... Вот этот namedTiple, который называется site, или, например, изменим порядок, или вставим туда что-нибудь левое, да, то вот эти тесты должны просто свалиться тупо. Вот. Ну давайте сначала посмотрим, как это выглядит прямо так. Так, это нам, наверное, уже не нужно. Как-то выглядит прямо так. Вот тем же самым нашим док-тестом. Посмотрим, как это работает в случае нет. Вот. Смотрите. Он говорит, что у нас есть аж три нетестированных... Три нетестированных айтема. Это... Наша переменная site и ее... Ну, в смысле, наш объект site и ее поля url и get. Вот. Надо почитать немножко дисциплину оформления док-тестов. Как сделать так, чтобы наш док-тест понял, что этот тестик, допустим, именно для имени сайт. Вот. Зато он знает, что есть четыре теста для модуля нет и один тест для функции нет.txt. Вот. Вот он их все запустил. Он увидел те самые строчки, которые от него хотелось, сравнил их и говорит, что 0 failed. Если мы при нашей разработке начинаем что-то здесь портить и, допустим, что-то переделываем, и, допустим, вот здесь вот у нас добавляется какое-нибудь поле левое, то тесты будут продолжать работать. Кстати, смотрите. Это значит покрытие неполное. Ну, допустим, get и еще там, не знаю, check. Значит, что я делаю? Я сейчас изменяю, перепроектирую объект сайт, добавляя в него третье поле. Значит, кто не знает, что такое named tuple? Name tuple это такая штука в коллекциях, которая делает вещь очень похожую на астракты во всяких там ваших C. То есть у нас будет объект, у которого будут сразу поля по имени url, get, ну и сейчас check. Вот, вот сейчас мы внесли в наш код такие изменения, которые, к сожалению, как мне кажется, приведут к тому, что тесты даже не запустятся. Вот, ну, не запустится, так не запустится. Плохо. А в каком месте ему стало плохо? Ну-ка, давайте еще раз. А, ему нужен третий параметр. Когда мы создаем этот самый сайтик, он хочет, чтобы еще что-то значил параметр check. Ну, хорошо. Вот. Вот, видите, мы запустили тесты, и эти тесты внезапно все прошли. Не зря нам наш test suite, наш test doc нас предупреждал, что вот на эти штуки нету тестов. Да? Изменение исходного кода не привело к тому, что, ну, короче, старые тесты остались, а новых мы не написали. Не знаю, давайте попробуем посмотреть, как в случае док-теста оформляются тесты к... Каким-то кусочком... А, execution context. Ага. Понятно. Ну, ладно. В общем... Непонятно, как здесь... А, вот. Непонятно. Надо посмотреть будет. В общем, сейчас я не буду вам говорить того, чего прямо сейчас не знаю, но, по всей видимости, в этой документации нужно найти... Для того, чтобы вы смогли заполнить тесты, соответствующие, ой, тесты, соответствующие вот этим вот полям, нужно как-то в документации указать, что этот тест относится не к всему модулю, да, а к конкретному полю. Окей. Значит, ну, и можно продолжать, можно продолжать наш разговор, потому что вот у нас есть еще, допустим, алгоритм. Вот. Такая же точно... Такая же точно картина, значит, под модуль алгоритм. Это разные алгоритмы по составлению паролей. Вот. В частности, вот этот должен генерировать пасфразу. Пасфразу из слов, разделяемых разделителями. Тут количество слов, а тут размер. Размер, кстати, я еще не реализовал. Вот. И здесь вот опять тесты. Значит, наша пасфраза, сгенерированная из вот такого количества... Значит, у нас на вход передается последовательность. Значит, здесь у нас 10 элементов и 4 элемента разделителя на 8 элементов должна быть длиной 15. Да, 8 слов и 7 разделителей. Пасфраза, сгенерированная из множества из одного слова и множества из одного разделителя длиной 8, должна быть ровно такая и никакая иначе. Вот. Если мы сгенерили пасфразу из нескольких множеств, каждая из них шириной в один элемент, то если мы посчитаем эти элементы, то получим, собственно, 8 слов и 7 разделителей между ними. В данном случае словами работают одиночные символы. Если мы все-таки хотим, чтобы словами работали слова, ну, сделаем вот так вот, да. Скажем, что у нас исходных слов вот столько, они все разделены слышами. Вот. Заметьте, что в нашу функцию можно передавать в качестве количества слов вместо одного числа целый range. И тогда из этого range будет случайно выбираться размер. То есть у нас количество слов в нашей пасфразе от 2 до 5 не включает 5. Вот. Опять-таки, вот этот такой тест уже довольно хитрый. Видите, что он делает? Он берет эту пасфразу, дальше делит ее по разделителям слэш, даже склеивает ее обратно слова, получается такой длинный, длинная строчка, состоящая только из этих слов. Дальше делает из нее множество, дальше делает это множество сортированным. Короче говоря, поскольку у нас все слова содержат обязательно букву O, X и T, у нас в результате должна получиться вот такая фигня. Всегда. То есть тест устроен таким образом, что даже несмотря на то, что это рандомный генератор, мы из этого рандомного генератора делаем какой-то препарат, этот препарат обязательно приезжает вот к такому значению. Ну а здесь тестируется, что наши пасфразы генерируются действительно, на четных местах стоят элементы из слов, а на нечетных элементы из слов. Это тестирование к самой функции пасфраз. Вот. А тестирование к модулю, который называется алгоритм, нету, потому что у нас пока что непонятно, чего кроме этой функции пасфраз существует. Вот. Ну опять-таки можно посмотреть, как это работает. Вот он сказал, что у нас ровно два айтема. Один из них называется, собственно, наш модуль-алгоритм, и к нему нет тестов. А второй айтем называется алгоритм пасфразы, и к нему есть семь тестов, все прошли. Все хорошо. Вот. Давайте ради эксперимента еще напишем одну штуку, и на этом, видимо, приостановим разговор про доктест. Значит... Ну, понятно, какую штуку. Давайте все это вместе соберем. Что там у нас? From алгоритм импорт, как он там назывался-то? Пасфраз, да? Import.net, потому что там все. Это у нас... Да, значит, что нам такое? Core должна уметь генерировать пароль по конкретному... По фразу по конкретному словарю. Ну, окей. Давайте сделаем это. Значит... Что у нас там? Get txt, да? Dict, ага. Так, значит, что мы хотим от генератора пароля? Мы хотим, чтобы мы ему скармливали... Мы ему скармливали параметры нашей пасфразы и словарис, который он должен его генерить. Ну, окей. Давайте что-нибудь такое напишем. Ай. gpass какой-нибудь, неважно. Что здесь у нас идет? Вот так вот напишем. Сколько там? Одна тысяча? Десять тысяч. Параметы булки теперь давайте. Давайте посмотрим, что тут можно передать ему. Words у нас будет. Сепараторы будут пробелами. Количество слов. Количество слов. Размер слов. А, размер слов у нас не используется. Ну и, пожалуй, seed равняется no. Мы, кстати, не сделали здесь проверку на то, что у нас используется seed. Мы, в принципе, можем... Ну, кстати... Ладно, здесь сделаем. Вот. D равняется... Что там у нас? нет точка get txt от вот этого самого Google 1000. Вот. И там return, допустим, нет. Ну да. Join. Пасфраза. Вот. D. Сепаратор у нас пробел. Количество слов у нас, ну, допустим, 3. Вот. Bound у нас не используется. А, seed у нас, ну, пока пускай-пускай будет no. Нет. Извините. Вот так. Так. Вот мы написали какую-то функцию, в каком новом модуле. Сейчас мы к ней приделаем тесты, но для начала убедимся, что она вообще работает руками. Кстати, обратите внимание, чем мы сейчас занимаемся. Мы, собственно, занимаемся тоже тестами. Вот. Класс. Только тестами совершенно ручными. Да. То есть мы говорим ему минус и коре шмяк, инвалид синтаксис. Что не так? А, стробочку не закрыл. Вот. Can it import zip logist? Это что значит? Интересный вариант. Я не понял. Так. Ну-ка, рассказывайте мне, что у меня происходит. Почему я... Где я накосячил? Вот тут работает. А вот тут не работает. А-а-а, а я знаю, а я знаю, а я знаю. Это был второй питом. Теперь все будет работать. А-а-а. Вот. Извините. Так. Ну и чего? Какая там у нас функция-то называлась? Google 1000. Google 1000. Missing. Количество слов. Так. Что я делал не так? Где-то тут пробельчики лишние. Да. Давайте смотреть. А, ну конечно. Нет. Стоп. Ладно. Все по очереди. В чем моя ошибка? Нет. Ошибки никого нету. Я хочу сейчас собрать вот эти два модуля в один и скормить нашему прекрасному. Понятно. Давайте-ка посмотрим, что у нас с сетью. А все ли мы правильно делаем? Да? Так. Ну, что там надо-то? Там надо ему сказать get txt от… вот. Вот это ему надо сказать. Нет. Тут все хорошо. То есть, слова регенерится правильно. Давайте мы, кстати, это потестим. У нас в тестах нету ситуации, что у нас… ну, например, последнее слово, он в нем пользен. Давайте-ка мы это потестим. Скажем еще вот так вот. А… Да? Как там было? О! Обратите внимание, что волшебным образом это становится тест-кейсом и начинает… вот. То есть, тут все в порядке. Почему… почему у нас там все через пробел вывозилось? Непонятно. Все чисто. Так. Теперь давайте вернемся к нашему… к нашему… как его зовут… к нашему кору и посмотрим, что я сделаю это не так… По идее, все хорошо дано будет. Ну, ладно. Алгоритм. А, слушайте, а вот… Я не потестил, что у нас происходит с этим множеством, да? Может быть, тут какая-то ошибка. Ну, давайте попробуем. В чем… в чем… какие еще есть подозрения, что вот эти вот штуки распадаются, что так вот, когда мы скарлим слова, эти слова распадаются на кусочки. Как бы это сделать… Ну, давайте так… Что там у нас? Алгоритм, да. Чего? А, это разделитель и количество слов 2. Нет, все в норм. Норм. Здесь тоже все хорошо. Ну, кстати, давайте мы это тоже в тесты добавим, что у нас… это чего тест? Это тест тоже пас-фраза, да? Что у нас переданные… переданные слова тоже работают. Окей. Значит, и все-таки я не пойму, что дело не так вот здесь. Да? Здесь по идее должно быть что? По идее должно быть… нам возвращается… А, все, я понял. Я тормоз. Не надо было писать пробел джойн. Это само по себе должно работать. Ну, ладно. Так. Что у нас там? Google 1000… Нет. Да. Сейчас. Все. Ой. Надо было help написать. Давайте напишем. Это было слово from. Так. Ну, так вот. Допустим. Ой. Хорошо. Ну, сколько? Ну, три слова, да? О! Шикарно! Довольно вызывающая пасфраза, но, по крайней мере, запомнить ее довольно легко. Ну, давайте от четырех. Смотрите. Абсолютный off-topic, не имеющий отношения к теме нашего разговора, состоит в том, что вот такая пасфраза, ее очень легко запомнить, поскольку это слова очень общеупотребимые, довольно легко себе придумать мнемоническую схему, как это запоминать. И это реально тяжелое, очень тяжелое на подбор словосочетание, да? У нее энтропия очень высокая, потому что слов у нас 10 тысяч, да? Вот эта штука выбирается с вероятностью одна десятитысячная. Ну, соответственно, вот умножим, да, 10 тысяч, возьмем в четвертую степень, получим вероятность подбора. Такие дела. Четырех слов мало. Да нет, достаточно. А? Если хаш слабый. Если хаш слабый. В смысле, если его быстро подбирать. Ага. То в пасфразе, в пасфразе, в которой нету символов, да? Четырех слов маловато. Ну, окей. На самом деле, ну, короче, это действительно офф-топик для сегодняшнего разговора, но есть как бы разговорный этот счет. Может быть. Тем более, что этих слов мало, да? Если бы это были слова из большого словаря, это еще одно. О, а тут их всего 10 тысяч. Здесь писали люди, то получается, если их правильно решить. Ну, 50... Ну, там, 10 тысяч – это сколько? О-о-о. В чем 53? Ладно, давайте оставим это, как бы, тема интересная, но факт остается фактом. Кстати сказать, может быть, вот к этому интерфейсу надо еще приписать разумно посчитанный, разумно посчитанный этот самый... Где он тут? Вот здесь вот. Где-нибудь разумно посчитанную терапию. Было бы очень неплохо. Хорошая идея. Спасибо за подсказку. А то ведь мы сгенерили пароль, а в общем, какой он тяжести, мы не представляем. Вот. Окей. Значит, ну вот, наверное, хватит. А, нет, давайте мы к нему, к нему допишем еще тестик. Вот. А как к нему дописать тестик, если там непонятно что? А вот если мы ему укажем... Укажем... Не работает. Ладно. У меня была идея, которая почему-то не работает. в том, что... Чтобы потестить... Сейчас, давайте не так сделаем. Ему сказать Сид равно. А. Вот. 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 О. Смотрите. В чем фишка? Мы в модуле, который называется алгоритм, запихали туда возможность передать счетчику random начальное значение. Ну, поскольку random это псевдослучайный генератор, мы прямо говорим, вот, будь добр, начинай там с номера такого-то. Вот. Это довольно удобный механизм делать воспроизводимые случайные последовательности. И, стало быть, в нашем счете, в нашем тестике мы можем... Мы можем сказать нашему... Этому самому... Нашему генератору, пожалуйста, сгенерирование последовательность номер... Номер 1500. Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Да. Вот. И она будет всегда одинаковой. Ну, вот. Вот, 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 вот это вот можно прям взять и засандалить в этот тестик. Вот. После чего... После чего у нас появится такая вот штука. Да? Значит, где там... Ой. Вот, вот. Вот вам, пожалуйста, изобретенный... На скорую руку тест-кейс для... Для... Этого самого... Ну, свеженаписанного кода. Все, хватит мне распинаться. Давайте мы вернемся к другим вариантам. Значит, помимо док-теста, которого я тут так много времени посвятил, есть еще юнит-тест. В юнит-тесте это уже более серьезное... Серьезный фреймворк для тестирования. Он оперирует такими понятиями, как фикчер. Это, собственно, подготовленные... Подготовленные... Как это сказать? Подготовленные исходные данные, да? Которые вы будете подсовывать вашему тест-кейсу. Вот. Тест-кейс – это, собственно, то, что вас будет проверять. Вот. Тест-суит – это набор тест-кейсов. А ранее – это программа, которая, собственно, будет запускать этот тест-кейс. Значит, смотрите. То есть, в принципе, даже простой модуль, который называется юнит-тест, подразумевает, что вы будете эти тесты гонять как бы сами, да? Вот в случае док-теста мы их... У нас запуск тестов на самом деле содержался просто в строке документации, да? В случае юнит-теста там уже вот... Ну вот, пожалуйста, вот вам пример, да? Время у нас не так много, давайте почитаем пример просто глазками. Вот у нас, допустим, мы собираемся тестировать функцию, там, не знаю, upper и zapper split. Вот. Для этой цели мы пишем... Создаем тест-кейс, который называется testStringMethods, и в нем создаем методы, которые начинаются со слова test, а заканчиваются... Заканчиваются... Ну вот... Чем-нибудь. Идентификатором, ну, например, той функции, которую мы с вами тестировали. И дальше мы просто делаем соответствующие assertions. Правда, это не assertPetony. Это специальный метод assertEqual, assertTrue, assertFalse. Короче говоря, мы тестируем на предмет того, что у нас, допустим, fullUpper будет равен full. Вот. И если будет, то тест пройден, а если не будет, то тест не пройден. Здесь мы тестируем на предмет того, что fullUpper будет true, а fullUpper будет false. false. Вот. Здесь мы тестируем на предмет того, как у нас работает сплит. Вот. И даже, видите, проверяем, что... Проверяем, что у нас есть type error при вызове этого самого сплита. Вот. Интересно, а в каком виде? Что туда должно приехать? Видимо, тут можно написать какую-нибудь ерунду. И тогда он скажет type error при split. И здесь он вывалится вот сюда. А, вот же. Что я торможу? Вот же. Вот же. Смотрите. Мы пытаемся вызвать функцию сплит, указая ее в качестве параметра, не строку. Она, по идее, должна, должна возбудить исключение type error. И действительно она ее возбуждает. Вот. При этом сам модуль unit test устроен таким образом, что все методы, которые начинаются с slow test, просто запускаются по очереди. И вам рисуют соответствующие результаты их работы. Тут надо понимать. Короче, времени у нас особо нету. Я просто говорю, что если вам вот этот остроумный, но слегка такой игрушечный, слегка игрушечный док-тест мешает, особенно он может мешать документированию, например. Да, у вас каждый хем будет превращаться в такой развесистый набор тестов. Вот. То используйте либо unit test, вот, который, как обычно, можно запускать из хамадной строки, как я уже говорил. Вот. Либо есть еще более развесистые штуки. Если мне не изменяет память, есть p-test. Не знаю, насколько он свежий. Есть еще nose. Сейчас давайте посмотрим на p-test. p-test, а? Он нормальный, да. Вот он, да. Ух, совсем времени не остается. Я увлекся написанием кода, как обычно. Да, p-test – это довольно развесистая штука. Вот. И есть, я еще не ошибаюсь, штука, которая называется nose. Вот. Значит, вот тоже два таких приличных фреймворка, которые очень часто пользуются для написания unit test. Вот. Вся фишка состоит вот в чем. В принципе, вы могли бы вообще не пользоваться никакими фреймворками. Прям договорились, что пишите код. В этом коде пишите какие-то функции, которые как-то называются. А потом пишите одну большую функцию test, которая эти функции дергает, и прохождение этой функции будет означать unit-тестирование. Ну а, вы довольно быстро запутаетесь. Б, это сложно в смысле разработки. Где-то в одном месте вы написали что-то, а где-то в другом месте вы написали тест к нему. Вот. И в основном все эти фреймворки, они предназначены для того, чтобы облегчить эту работу тем или иным способом. В нашем проекте можно использовать что угодно, кроме вот того, что сказал я сейчас. Не надо писать просто набор каких-то абстрактных функций. Говорят, это мои тесты. Вот. Ну то есть вот четыре варианта как минимум. Можно выбрать любой, какой хотите. Допустим, если вы пишете веб-приложение, там есть свои штуки. Там, не знаю, какой-нибудь. Сейчас не вспомню название. Так. Давайте все-таки вернемся к… не здесь, вот здесь. Да. Что важно в тестировании, особенно в юнит-тестировании? Чтобы любая сущность, которая у вас засвечена как объект, была покрыта кодом. В принципе, этот самый coverage, он… ну… это понятие очень расплывчатое. Смотрите, вот у нас только что наш док-тест нам придирался, что у нас есть некий объект, у которого нету тестов, потому что этот объект, вообще говоря, ну просто тюпль. Какие у него могут быть тесты у самого объекта? Вот. С другой стороны, если вы разрабатываете большой проект, то понятие тестового покрытия – это важная вещь. С третьей стороны, автоматическое вычисление тестового покрытия – вещь невозможная. Помните, мы сейчас с вами, вот, когда писали… что-то там дописывали, да, у нас выполнение падало, вот, еще до того, как какие-то тесты запускались. Или тесты запускались, все они проходились, а некоторая функциональность была не оттестирована. Да? Мы тестируем не объекты, к сожалению, мы тестим функциональность, мы тестируем, как должна работать наша программа. Поэтому тест-коверч – это такая штука, ну, достаточно… она зависит, скажем так, от дисциплины программирования. Вот. Что еще хочется сказать? Да, значит, совсем не успеваю рассказать про такую штуку, которая называется «разработка через тестирование». Но несколько слов я, конечно, расскажу. В принципе, в Википедии про нее все написано, важно просто понимать, зачем это нужно. Есть такой стиль разработки, когда вы вообще сначала пишете тесты. Фактически, вот этот тест у вас играет роль технического задания. Вы говорите так, вот у нас должна быть такая-то функция, она должна работать так-то и так-то, на таких-то параметрах она должна возвращать то-то, на сяких-то, все-то. Короче говоря, пишите тест функции. К этому тесту функции вы присобачиваете функцию, которая ничего не делает. И это ваш первый шаг, ваш первый коммит. Написание теста и так называемого mock-объекта. То есть, объекта, который не делает того, чего от него требуется, но существует. В результате, при попытке запустить, собственно, тестинг этого кода, в этом месте тесты не проходят. Понятное дело. Вы написали mock-объект, а mock ничего не умеет. Помните, я говорил, что то, что в тот факт, что тесты не проходят, еще не означает, что все неправильно. Вот типичный пример, когда вы используете тест Drive and Development, вы создали тест, он не проходит, вы просто таким образом себе формируете фронт-работ. Потом вы пишете объект, формируете функцию, которая будет удовлетворять этому тесту, и все тесты проходят. Потом вы смотрите на то, что получилось, сделаете какой-то редизайн. Главная идея состоит в том, что когда у вас уже есть готовые тесты, у вас фактически есть готовые ТЗ под каждый кусочек, под каждый класс, под каждый метод. И если вы что-то переписываете, то вы сразу видите по regression тестированию, какие заранее данные формы у вас свалились. Обратная ситуация. Вы поняли в результате редизайна, что объект должен работать по-другому, переписали тесты, они теперь показывают, как объект должен работать, и вместо того, чтобы вы находились в состоянии «А, и все, взорвалось, у меня ничего не работает», вы находитесь в вполне рабочем состоянии, что у вас некоторые тесты после редизайна перестали работать, и это просто фронт-работ. В случае тест Drive and Development, не работающий тест, он просто показывает вам, какие функции, какие методы надо доправить. Вот и все. Что нужно переделать? Такие дела. В Python есть… Давайте попробуем поискать… Ой, да. Давайте только перейдем обратно на PPP. Нет, давайте не здесь, давайте вот прямо вот так поделаем. В Python есть несколько фреймворков для тестирования именно… И для разработки именно сообразно тест-driven development это где-то вот тут будет. Да? Нет, скорее мог, да? Сейчас, секунду. Или вот тут. Вот. Ну, это, конечно, относится уже к довольно серьезной дисциплине программирования и довольно, ну, такой разработке, которую вы собираетесь, ну, вести достаточно долго. Потому что, понятное дело, что… Ну, в общем, вот. Я не готов, не готов рекомендовать какой-то из них, ничем из этого не пользоваться. Вот. Да. Собственно… Еще немножко, да, еще немножко бла-бла и на этом все. Когда вы занимаетесь обмазыванием вашего проекта тестами, есть две ошибки классические. Ошибка первая. Называется Green Test Strat. Тот факт, что все тесты проходят, не означает, что ваше продолжение вообще работает. Мы только что это видели. У нас все тесты проходили, а работать не работало. Возвращал какую-то ерунду. Это связано тем, что понятие Test Coverage – это понятие, ну, такое технологическое. Вы не можете полностью, полностью, тем фактом, что у вас стопроцентное покрытие тестами, удовлетворить, убедиться в том, что в действительности все работает. Именно для этого нужно системное и бета-тестирование, когда различным людям, а не роботам, приходят в голову различные юскейсы, которые внезапно превращают ваш код в тейку. Вернее, его поведение. И обратно, Red Test Trap. Если у вас какие-то тесты не работают, это не означает, что все плохо. Это вообще может не означать, что что-то плохо у вас. Ну, например, у вас есть какие-то требования, которые в данных условиях просто дисфункциональны. Ну, например, у вас для меня отличный пример, как для сборщика пакетов. Часть тестов хочет интернет, чего-то откуда-то скачивает. А наша сборочница, разумеется, не разрешает ничего откуда-то скачивать. Мало того, даже если бы она это дело разрешала, мало ли какие у вас состояния с интернетом. Может быть, вы таким образом тестируете не свойства вашего проекта, а свойства интернета. Вот. Так что, если какие-то тесты падают, это тоже не означает, что все плохо. Вот. И еще одно, да, если вы действительно работаете с вашим проектом, ну, по-серьезному, надо очень сильно различать понятие ошибка, понятие бага, дефект, и понятие сбой. Вот. Если ваша программа не работает или что-то падает, это называется сбоем, да. То есть, сам факт того, что что-то произошло. Мы знаем, что факт отсутствия сбоев не означает отсутствие дефектов в программе, то бишь багов. Баги могут быть, а тесты их не обнаруживают, и сбоя вы не видите. Вот. Дефект программы не обязан означать, скажем, ошибку программиста. Ну, в смысле ошибку, да. Это может быть какая-то неадаптация к условиям использования. То есть, далеко не, ну, скажем так, изредка тот факт, что в программе есть дефект, программистам даже исправлен быть не может. А может быть исправлен, там, ну, не знаю, условный дипломинг, например. Вот. Так что эти термины надо различать, если вообще разговаривать на эту тему. Ладно, про интервью интеграцию говорить не буду, значит, домашнее задание. Ну, очевидно, значит, ваш разрабатываемый текст оснащить, оснастить, оснастить юнит тестами, только юнит, потому что до integration мы сейчас не доходим. Обратите внимание, те из вас, у кого проект, ну, там, грубо говоря, слишком простой, что-нибудь ввести в окошко, что-нибудь вывести на экранчик, что совершенно не очевидно, как у вас будут устроены юнит тесты. Я не знаю. Мы сегодня не посмотрели еще отдельный интересный момент, а как вообще тестировать GUI, кроме как вручную. Вот. Для этого существует разнообразные средства автоматизации, к сожалению, они очень сильно завязаны на ту среду, внутри которой вы это будете делать. В Linux по одному, там, в Windows по другому и так дальше. В отличие, скажем, от интерфейсов, запрограммированных на вебе. Вот там тестирующих фреймворков, которые ходят, постят, гетят и всякое вот такое, их чертову про. Вот. В нашем с вами случае, в случае такой интернет, не так просто. Но, и если у кого-то это будет реализовано, то будет очень здорово. Мы можем провести тест, как минимум, на уровне, когда вы запускаете приложение, и ваш тест-фит инициирует какое-нибудь событие в такой интере. Помните? Одну из прошлых лекций, где мы вводили в очередь события, события, которые мы генерировали сами. которое было с этим самым, со счетчиком. Вы можете сделать тест, который вносит, который, правда, требует запуска программы, разумеется, да, и вот этого интерфейса. Но который не нажимает на кнопочку, например, а вводит в очередь сообщений только интер соответствующие события. И проверяет в действительности, там, при сечении небольшого промежутка времени, скажем, ждет секунду. И проверяет, что через секунду у вас, ваше приложение на это отреагировало. Например, в случае счетчика там изменился, ну, этого самого таймера, изменился таймер, да. Что-нибудь такое. Если вы такое сделаете, будет очень клево. Все. Вопросы? Смотрите, если у вас в проекте нет GUI, значит, у вас в проекте должно быть что-то еще. Ну, например, вы пользуетесь каким-то фреймворком не своим, да, чем-то. Ну, не знаю, вот у меня есть один из проектов, ребята делают какой-то RESTful сетевой протокол. Значит, они будут пользоваться вот этой библиотекой. Да, то есть идея состоит в том, чтобы это была не полностью самописная программа, да, а чтобы она использовала какие-то сторонние, второсторонние фреймворки. Еще вопросы? Окей, тогда все. В следующий раз, видимо, мы возвращаемся к документированию, которое я обещал, вот, потому что у нас теперь уже есть что документировать. Заодно посмотрю, как оно совмещается с этим сам, с док-тестом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...